Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава второй книги про Липомэнон для библейского портала экзегет, читаю перевод российского библейского общества. И вот начинается строительство как таковое, строительство храма Соломонова. Соломон начал строить храм Господня в Иерусалиме на горе Муря, где Господь явился его отцу Давиду в месте, которое приготовил Давид на гумне Урнана и Евусея. Напомню, что там была история, связанная с переписью, потом мор, который нападает на израильтян, и Господень ангел, ангел мщения, является именно там, и Давид приносит там жертву, а заодно выкупают этот участок у некоторого даже не израильтянина, Урнана, из племени Евусеев, который просто им владел, так случайно получилось, и он становится местом, где приносится жертва, останавливающая мор, этот вот, это поветрие там, или эпидемию, говоря современным языком, и тем самым это место уже священно, тем самым это место уже для того, чтобы совершать жертвоприношение ради всего Израиля. Соломон начал строительство на второй месяц четвертого года своего царствования, ну, то есть подготовился, вот, три года заняла подготовкой, на четвертый год он приступил к, собственно, постройке. Такое основание заложил Соломон для Божьего храма. 60 локтей в длину, в локтях старого размера, ну, вот, нет у них метров, километров, сантиметров, да, локоть, это, ну, у всех разный немножко, значит, где-то он варьируется, раньше был один, потом чуть-чуть другой, и 20 локтей в ширину. Смотрите, не так много, 60 длиной, это 30 метров примерно, 20 в ширину, 10 метров, да, 30 на 10. Совсем небольшое сооружение. Притвор перед храмом был 20 локтей в длину, такой же была ширина всего храма, а высоту 120 локтей. Притвор, то есть, это такая вот приступочка, ну, не приступочка, как сказать, такое пространство, которое шире основного здания, да. Изнутри Соломон выложил его чистым золотом. Большой зал он облицевал древесиной кипариса и покрыл изнутри чистым золотом, а сверху сделал украшение в виде пальмы, цепочек. Соломон украсил зал драгоценными камнями и золотом, настоящим порваемским золотом. Порваем, неизвестно, что это такое, какая-то местность, откуда, очевидно, доставляли золото высокого качества. В том зале он обложил золотом и балки, и пороги, и стены, и двери. На стенах он вырезал изображение херувимов. Как и в Скинии херувимы всюду, ну, как некие служебные духи, которые сопутствуют Господу, поскольку это символический царский дворец, да, в котором Господь в роли царя, но, естественно, не физически. А также Соломон построил зал святыни-святынь. То есть есть основное пространство и другое, за ним расположенное, святой святых или святыни-святынь, где не появляются люди, кроме особого обряда на день умилостивления, когда это делает первосвященник, приносит там жертву крови. Его длина соответствовала ширине храма, 20 локтей, и в ширину он был тоже 20 локтей, то есть квадратное. Соломон облицевал его чистым золотом, которого потребовалось 600 талантов, очень много, это пара десятков тонн, а на гвозди ушло 50 шекелей золота. В верхней комнате он также обложил золотом. Не очень понятно, что за верхние комнаты, ну, может быть, какие-то пристройки к этому храму, который где-то сверху или еще что-то. В зале святыни-святынь Соломон сделал двух херувимов, вырезанных из дерева, их тоже покрыли золотом. Общая длина их крыльев составляла 20 локтей. У первого херувима одно крыло длиной в 5 локтей касалось стены храма, а другое тоже длиной в 5 локтей касалось крыло второго херувима. И у второго херувима одно крыло длиной в 5 локтей касалось стены храма, а другое длиной тоже в 5 локтей прикасалось крылом первого херувима. Таким образом, крылья были распростерты на 20 локтей. Ну, то есть, крылья по пять локтей каждая, огромные, да, по два с половиной метра, и вот они заполняли эти два херувима своими крыльями, перекрывали полностью все пространство. Сами херувимы стояли на ногах лицом к храму. Еще Соломон соткал завесу из яхонтовой пурпурной багряной пряжи и тончающего льна и изобразил на ней херувимов. Ну, а завеса отделяет, соответственно, внутреннее пространство святого и святых от внешнего. Перед храмом он возник две колонны высотой по 35 локтей, каждую венчала капитель высотой в пять локтей. Вершины колонны он украсил цепочками, к цепочкам прикрепил сто гранатов. Эти колонны Соломон поставил у входа в храм справа и с левой стороны. То, что справа, он назвал Яхин, а то, что слева, Боаз. Установит, утвердит и в нем сила значения колонн. То есть у колонн, в общем-то, значение не столько архитектурное поддерживать крышу или что-то, а сколько символическое. Вот это такие памятники, ну, как Александрийский столб в Петербурге перед Зимним дворцом. В общем, ничего особенного, но примечательно. Там их сразу два, они как такие стражники у входа в храм. Дальше будет про всевозможные принадлежности этого самого храма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова